Здравствуйте, дорогие зрители! В рамках обзоров на средства защиты растений от вредителей сегодня познакомлю вас со смесевым инсекто-акарицидом под названием лирум. В состав этого суспензионного концентрата входит 60 грамм на литр Ци-Антранилипорол и 18 грамм на литр Абамектин. В Россию он официально выпускается исключительно для сельского хозяйства компании Сингента в 5-литровых канистрах. Садоводам этот препарат доступен в ручной фасовке в розлив по 1 литру, а также встречается импортная белорусская фасовка по 5 мл. Прямых аналогов у этого препарата нет. Центры Нелепрол можно встретить в инсектицидах для сельского хозяйства под названиями Беневия, Веримарк и протравителях Фортенза и Люмипоза. Абамектин известен по препарату для личных подсобных хозяйств Биокилл и его аналогу для сельского хозяйства Вертимек. Предназначен лирум для борьбы с растительноядными клещами, плодожоркой, листоверткой, молями, медянецей, тлей, белокрылкой, трипсами, на яблони и овощах защищенного и открытого грунта. Его основные достоинства. Первое – это широкий спектр действия. Второе – способность бороться с вредителями на всех стадиях, включая яйца. Третье – это наличие как контактного, так и трансламинарного действия, которое позволяет препарату эффективно бороться со скрытно живущими вредителями. Для лирум характерно быстрое и продолжительное действие. Вредители перестают питаться уже через час после опрыскивания этим препаратом. В течение первых четырех часов погибают личинки младших возрастов, в течение первых суток – личинки старших возрастов, а вся популяция погибает за двое-четверо суток после опрыскивания. Защитный период длится от 14 до 20 дней. Уже через два часа после опрыскивания лирум не смывается осадками. Оптимальная температура для его использования от плюс 20 до плюс 25 градусов. Однако даже при температуре плюс 35 и выше его эффективность не падает. Для лирум характерны малые сроки ожидания. Овощи им можно опрыскивать всего за один день до сбора урожая, а яблоню за 10 дней до сбора плодов. Препарат абсолютно безопасен для растений, то есть не фитотоксичен и мало опасен для человека и животных. Относится к третьему классу опасности. Теперь о минусах. Лирум очень опасен для пчел, относится к первому классу опасности для опылителей. Он склонен к резистентности, может вызывать привыкание у вредителей, поэтому его обязательно нужно чередовать с инсектицидами из других химических классов. Храниться этот препарат может при температуре не ниже минус 5 градусов, что создает дополнительные риски его порчи при перевозке и хранении. Есть сведения о несовместимости лирум с рядом фунгицидов. Ну и, наконец, последний его недостаток – это очень плохая доступность. Ручные фасовки лирум встречаются нечасто. В основном объемом 1 литр, что достаточно много для садоводов. Инструкция лирум предполагает две обработки препаратом за сезон в период вегетации с интервалом 10-14 дней между обработками для яблони и 5-7 дней для овощей. Дозировка рабочего раствора 10-15 мл препарата на 10 л воды. Расход от 6 до 12 литров на сотку сада и от 10 до 30 литров на сотку овощей. Срок выхода для ручных работ – 3 дня для яблони, 1 день для овощей. Срок годности лирум составляет 3 года. У белорусского аналога указано 5 лет. Хранить лирум можно при температуре от минус 5 до плюс 35 градусов. У белорусского препарата указан этот интервал от 0 до плюс 25 градусов. Вывод – лирум неплохой, но все же невыдающийся препарат, очень плохо доступный садоводам в нашей стране. Поэтому большого интереса он, на мой взгляд, не представляет. Единственное, для кого лирум действительно может быть интересен, это для каких-то продвинутых садоводов с большими садами. Вот им стоит к этому препарату присмотреться. Всем остальным можно решать те же самые проблемы с вредителями с помощью других, гораздо более доступных средств. На этом сегодня все. Жду ваших вопросов, комментариев, подписки на канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok